Дорогие друзья, мы здесь не первый раз собираемся и сегодня при том, что пришла новая администрация, мы ее приветствуем и надеемся, что наша спецпрация с новой администрацией будет не такая, как с предыдущими. Поэтому от организации «Захистым адесу разум» мы обращаемся с обращением по поводу проведения вот этой так называемой фотовыставки под названием «Одесская хатынь». Проведение в Одессе серии публичных акций под общим названием «Одесская хатынь» является не памятным мероприятием, посвященным трагедии 2 мая 2014 года, а военной операции России, проводимой в рамках общей военной кампании «Гибридная война». Сам лондонг «Одесская хатынь» был придуман российскими специалистами по гибридной войне, первые часы после трагедии. Еще задолго, как независимые эксперты составили картину произошедшего, авторов этого лондонга вообще не интересовало, что именно произошло в Одессе. Их задача была придумать образ, побуждающий ненависть людям. Термин «Одесская хатынь» не имеет никакого отношения ни к свободе слова, ни к свободе информации. Это стопроцентный провокационный призыв к крови и насилию. Это российский вариант знаменитого марша нацистов, песня Хорста Весела. Его можно сравнить и со знаменитой в советское время пропагандистской притчей о Павлике Морозе. Ничто иное, это не что иное, как разумная циничная, домога костей, лживая и подлая кампания, проводимая за деньги. Те, кто несомненно виновен в этой трагедии, должна быть недопустима к проведению в Одессе. Мы не дадим сделать Одессу полем боя. Недопустимо, прикрываясь демократией и свободой слова в условиях войны и экономического спада, использовать недовольство населения в сепаратистских целях. Требуем от руководства АГА немедленно вмешаться и прекратить эту провокацию. Напоминаем, что попустительство и безволие предыдущего руководства АГА весной 2014 года привело к трагедии 2 мая. Надеемся, что нынешнее руководство сделает правильные выводы из ошибок в опередниках и не допустит в Одессе сепаратистского реванша. Дорогие, вы помните, сколько мы встречались тогда с руководством АГА, сколько мы предупреждали, сколько мы просили. Мы пытались демократическими методами убедить наших оппонентов, так сказать, в том, что раздувание вот этой вот сепаратистской пропаганды недопустимо в наших условиях. Это было все бесполезно, потому что на самом деле это не оппоненты, а люди, которым платят деньги. Это люди, которые отрабатывают свои деньги. Поэтому все наши увещевания были абсолютно бесполезны. И вот это попустительство привело сначала к тому, что на Куликовом поле были спорища, потом там начались баррикады, и потом это привело просто к трагическим событиям. Я думаю, что сегодня, я думаю, что у нас достаточно вменяемое руководство областной администрации, которая поймет опасность этой ситуации и на корню это прекратит. Я прошу тоже подписываться, чтобы мы от разных организаций подали, в общем-то, обращение. Спасибо.